Добрый день! Сегодня у нас в студии народный артист России Олег Газманов. Какие-то удалось вам хорошие фильмы посмотреть за последний год? Что-то можете порекомендовать? Ой, я так сразу не могу. Знаете, как анекдот. Расскажи какой-нибудь анекдот на камеру. Все время анекдоты нецензурные. Сейчас я вспомню. Нет, конечно, были очень хорошие фильмы. Я вот недавно посмотрел фильм «Территория». Это крайний фильм, который я смотрел. Причем я смотрел в два приема. Сначала с семьей. Мы были за границей. Вот. У меня этот был фильм. А что производство? Американ? Нет, наш. Наш фильм «Территория». Это о освоении огромной территории и поисках золота в советское время. Вы знаете, начало такое было, ну, как документальный фильм. Короче, мои все начали зевать. Зевали-зевали, и я его просто выключил. А потом у меня на гастроли летел, взял компьютер, посмотрел. Я не могу не досмотреть фильм какой-то. Значит, я его включил, я не мог оторваться. Вы понимаете? Это настолько крутой фильм. Дело мне даже не в ностальгии, а показана целая эпоха, очень светлая, я считаю, эпоха. Такая до Брежневска еще. Когда люди, вот после войны, вот этот период, когда Гагарин полетел, когда первый спутник, я все это помню сам. Люди были другие, светлые. Они говорили, что для Родины сделать? Вот что такое нужно? Они осваивали гигантские территории. Причем люди большого интеллекта. Вот они первые шли. Значит, управленцы, которые знали много языков, которые там математики, ученые. Они разрабатывали вот эту, не просто геологи, а вот романтики, понимаете, свое дело. Дальше уже шли геологи. Еще ниже были просто бичи, которые ездили заработать, которые где плохо лежит. Все это. Но вся эта огромная структура работала на страну. Вот. И показан именно реальный героизм людей, которые в одиночку там преодолевали какие-то гигантские пространства. Вот эта вся территория, на которой искали золото, была примерно как вся Европа. Вот я не могу как бы сказать, что это рекомендовать, обязательно все посмотрите. Но вот для тех, кто понимает несколько глубже, чем мы или оперы, обязательно к просмотру такой фильм. Вообще появляются хорошие фильмы. Редко, но появляются. Ну тоже может та же проблема, что и с песнями. Хороший фильм, если он несет какую-то идею, не просто боевик, ему тоже трудно найти своего зрителя. И тоже вот даже фильму «Территория». Я, например, не слышал об этом фильме. Ну, вообще реклама была приличная. Я из этого его и посмотрел. То есть, понимаете, еще будет такой момент, если сами создатели, вот скажем так, не хватает профессиональных, позитивных продюсеров. Не тех, которые лишь деньги будут там заколотить, а и то и другое, чтобы и помочь авторам. Понимаете, вот творческий человек, он не продюсер, он просто создает контент. Но чтобы его продвинуть, нужен другой творческий человек. Ну то есть творческий и профессиональный человек именно в гении продвижения. Недавно совсем была инициатива от Дмитрия Анатольевича Медведева, буквально там две недели назад, чтобы обложить налогом западные фильмы, которые крутят в кинотеатрах. И естественные технологии, они бы шли на продвижение отечественных фильмов. Вот как отношение к этой инициативе? Люди закричали, что вот это будет там дороже, мы вообще в кино ходить не будем. Вот ваше отношение? Есть два момента. Есть положительный момент, есть отрицательный. Положительный, конечно, это то, что каким-то образом затруднить, в принципе, проход западных фильмов к нам, чтобы больше наших наших брали, выгоднее было нашим фильмам. Другой стороны, вот у нас тоже есть такая машина, например, там, Жигули, Лада там и так далее, а есть западные машины. Ну так надо свои тоже подтягивать, чтобы машины были хорошие и фильмы тоже, чтобы свои. Вот у нас хорошие фильмы, в принципе, они сами по себе собирают хорошую кассу и все. Ну столько отвратительных фильмов делается тоже у нас. Понимаете, КПД такое низкое, что как бы вот я, например, сам, несмотря на то, что я считаю себя патриотом страны и так далее, но я плохой фильм не пойду смотреть. Извините, дерьмо не буду покупать. Вот так поэтому здесь два момента. Один, ну неплохо такой, конечно, сделать налог, пускай они на нас. Я больше скажу, вот на Западе, да, вот про артистов я знаю хорошо. Скажем, чтобы на Западе вот сделать гастроли, ты должен заплатить профсоюзу артистов на Западе. Конкретно, именно профсоюзу артистов, потому что ты у них отнимаешь работу. Вот когда они к нам приезжают, нам никто не платит компенсацию. Вот они собирают дворцы, там, деньги наших там, сограждан. А где, а где нам тогда выступать? То же самое с фильмами. Конечно, нужно, чтобы неравные были условия. Мы должны свой продукт защищать и продвигать. Вот с этим я согласен. Другое дело, что нельзя, чтобы был такой налог, чтобы люди вообще перестали ходить. Понимаете, ну что-то такое. Типа сделали налог, западные фильмы не крутят, а у нас своего хорошего контента нет. Нужно делать одновременно, развивать наши автомобилестроения. Ну и, конечно, и фильмы. Вообще, в принципе, это одна и та же тема. Тем более, я скажу, с музыкой. Вот, например, во Франции, я точно знаю, там около 80 процентов контента на радио должно быть французским. И 20 процентов все остальное. У нас подчас, вот если взять все радиостанции, да, у нас значительно больше. У нас наоборот, наверное, 80 процентов на всех радиостанциях крутится западной музыки, 20 процентов нашей. Я больше скажу. У нас была великолепная Олимпиада зимняя. Вот я был на четырех Олимпиадах. Я уверен, вот уверенно скажу, что наша лучшая была. И по организации, и по масштабу, и, кстати, по выхлопу медальному там, по отношению к нашей стране. Но я нашей музыки не слышал. Просто заходишь на соревнования, там, идешь, там, биатлон слушать, а крутится музыка. Нет нашей музыки. Ну, а где же нам свою музыку продвигать, если не на нашей же домашней Олимпиаде? Вот это поразительно. Дальше, вот мой друг Шамиль Торпищев, значит, просил мне несколько лет, чтобы я что-то про теннис написал. Я написал песни. Они все в восторге. Песня годится там, все такое. Я иду на Кубок Кремля, какая-то западная, причем старая какая-то застойная музыка постоянно крутится. Ну, кто это регулирует? Кто продвигает? Нужны люди, которые, продвигая какие-то направления и в спорте, и в науке, там, в киноиндустрии. Наш контент продвигать нужно обязательно. Конечно, реклама нашего продукта, реклама наших фильмов. Вот, продвижение наших фильмов должно быть или бесплатное, или там, значительно менее дорогое, чем западного. Это понятно. Если они к нам идут, пусть заплатят за вход. Я считаю, по бизнесу это правильно будет. Олег, спасибо огромное за идеи. Полностью поддерживаю. Еще раз у нас в студии был народный артист России Олег Михайлович Газманов. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин